Вопрос следующий. После того, как предположительно закончится специальная военная операция, все закончилось, вот как вы считаете, что будет? Будет ли дружба между народом, будет ли какое-то разделение, может быть, Украины, либо наоборот? Вот ваше предположение, что как вы считаете? Я очень надеюсь, мы как жили, так и будем жить, как раньше, до Украинской войны. Дело в том, что в данной газете, бросили мне в ящик, я не помню её название, это единственный раз, и там даже будут стремиться вернуть нам СССР. Вы не читали эту газету? Это судебное дело, это судебное дело с Горбачёвым будет, но Горбачёва нет, но эти документы все поднимут и дадут возможность тем республикам, которые захотят к нам вернуться, двери в Россию открыты. Ну, конечно, как Грузия, как Латвия, Литва, они, конечно, к нам никогда не перейдут. Ну, Средняя Азия в данный момент, Азербайджаны, они сегодня согласны, но только они уже своя республика, если будет СССР, они вернутся. Я лично хочу, конечно, я жила и родилась в СССР, желаю, чтобы Путину всего-всего благополучия, там берут именно Путина, ну, политики эту тему задели, но Путин будет содействовать программе этой, которую политики поддерживают, чтобы вернуть СССР, чтобы вернуть наши республики, которые у нас существовали. То есть подружна ли дружба народу? Это вопрос, а почему нет? Извините, я, например, три с половиной года жила на Украине в городе Полтава и училась там, и очень хорошо знаю этих людей. Ну, конечно, мне очень жалко того, что сейчас случилось. И парней жалко, и людей жалко, простых, конечно. Не эту сволочь Зеленского и его коррупционные. То есть там тоже как-то отвечают, да, в Молдаве? Я не знаю, как сейчас, я не знаю, как сейчас. У нас в Луге, вот этот завод Белкозин, тут же 70% рабочих и работников инженерно-технических, они все были с Украины. Я не знаю. Да ты уж что, ну, конечно, вы мало чего знаете о Луге. Они до сих пор живут в Луге. У них родственники на Украине. Бабенко. Кто там у нас? Цышко. Кто у нас еще там? Господи, да полно. Ну, это плохо или это хорошо? Это хорошо. Я просто не понимаю, как до этого докатилось, понимаете? Вот это плохо. Вот это очень плохо. И то, что происходит, это очень плохо. У меня тоже сыну 32 года, понимаете? И там такие же дети, которых тащат на эту войну. Ладно, у нас еще хоть как-то правительство заботится о них, старается что-то делать. Ну, сходишь на кладбище на Лужской, и сердце останавливается. Понимаете? Когда видишь, когда молодые пацаны, вот первого мальчика привезли, совсем юный парень, 21 год. Я на него посмотрела, у меня, говорится, сердце кровью обливается. Так там такие же ребята, такие же ребята. Ни в чем не повинны, абсолютно ни в чем не повинны. Не, не надо меня снимать никуда. Да, это все страшно. У меня тут бабушки, дедушки все обещают. Ничего страшного. Да. Никуда это потом выложишь все. Ютюб. Как вы считаете, как бы это, по-вашему, выглядело? Была бы дружба народов между нами? Слушай, не знаю, честно говоря. В 90-е годы мы ездили на экскурсию на Украину. Нас там уже не любили. Они услышали, что мы говорим по-русски, и отношение к нам было ужасное. Да, с нами не хотели разговаривать, поэтому не знаю. А это какой город был у вас тогда? В Киеве. А, прямо в Киеве? Да. В Киеве в 90-е годы не любили уже? Да. Ну, это был 88-й год. Даже еще до развала? Да. Получается. Да. Получается, готовили изначальности? Я не знаю, кто они там готовили, но вот я говорю то, что было. Что мне казалось, что тут нажали на кнопку, и они все, оп, не любили русских. Да нет, это мне кажется, что это давно уже было. Вот я тебе говорю свою историю. Да, да. Так что, а завтра у меня зять приезжает с Украины с войны, поэтому... Да. В отпуск едет. Вам всегда хорошего отдыха. И вам тоже всего доброго. Я не знаю, что это, честное слово. Не представляю даже. Нет, в положении даже. Нет. Нет. А у вас? Тоже нет. Такая развалила Робачев. Ельцин как бы вызывал его. Он спрятался... Даже эту историю я знаю. Он спрятался в Крыму, когда пошел развал этот. Ельцин не мог его вызвать. И он... Ему даже сизволил самолет отослать туда. Он был в Сочи. И он не сел в самолет, не полетел. Продолжал прятаться. И он развалился. Ельцин нет. Ельцин, наоборот, ну не то, что поддерживал, но хотел, чтобы... Как? Горбачев вернулся и восстановил все, что как раньше было. Но еще я из Жозеэл, жизнь замечательная. У меня муж филолог. Жизнь замечательных людей. И там есть Горбачева и Раиса Горбачева. Дело в том, что Горбачевым, можно сказать, грубо, головой, его головой управляла Раиса Горбачева. Это тоже очень плохо. Это в Жозеэл написано. Вот как вы считаете, как это выглядит? Возможно ли после этого дружба народов там... Вы имеете в виду с украинцами? Ну, у меня сестра на Украине. Мы будем дружить дальше. Да. О, прекрасно. Да. Дальше что? Ну да, она западная. Я понимаю все это. Через себя пропустила все ее русофобскую. Но, ну что будет, то будет, что называется. А что, то есть русофобия все называется? Да, вы что, конечно. Хотя она в России образование получила, родилась в России. Историю прекрасно знает, она училась на пятерке. Но она вот, у нее перевернули мозги. Откуда отоберется? Почему? Да, потому что если их 30 лет накачивали вот этой вот пропагандой, то, естественно, это отложилось. А как иначе? Конечно, это отложилось. Так, смотрите, а если теперь включить обратную пропаганду, возможно ли... Конечно, естественно, естественно нужна пропаганда. Ну, пропаганда это не пропаганда или просто какая-то информация. Но она должна быть. Потому что у нее сын, вот я даже удивлялась в свое время, сын, который там родился, он даже наоборот больше к русским был расположен, чем Лена, которая родилась здесь. В 20 лет она туда уехала. И сейчас у нее там, ну, перевернуто сознание. Ну, мы на эту тему, на тему войны не разговариваем, чтобы у нас не было этих стычек. А так у нее, конечно, о-о-о-о... А как, по-вашему, как будет выглядеть этот мир? То есть, возможно ли будет дружба народов, ну, может быть, у нас будет территория одна. Как вы считаете ваше мнение? Мир дружбы жвачка. Дружба жвачка. Судя по информации Соловьева, это закончится очень нескоро. И проблема на Востоке с Израилем, там совсем еще будет что-нибудь хуже. Я очень боюсь. Очень боюсь. У меня племянник погиб там, поэтому даже больше не спрашивайте, пожалуйста. Понял, да. Спасибо вам. Всех благ. Всего доброго. Ну, вот. Ну, то есть, теоретически, возможно, все. И дружба, и недружба. Ну, да. Ну, вот я даже не знала, что они и раньше, оказывается, были против, но они хотя бы это скрывали, что ли, или как. Дружно получилось так, как будто нажали на кнопку. Нет. Это давно уже нажали. Ну, западная, это Украина, она же всегда туда, можно было и не ездить. Ну, вот так вот. А так, я думаю, что да, вот мы будем дружить. Надежда есть, да? Надежда есть. Да, да, надеюсь. Надеюсь. Слава Богу. Гости будем ездить, как раньше ездили. Советский Союз возвращать будем обратно? Ой, я бы с удовольствием. У меня везде родственники, друзья, и в Грузии, и где там еще. Ну, в Беларуси-то они и остались с друзьями, а вот с Украиной. Ну, я думаю, ну, Лена ездит, она ездит, к маме-то своей, она все равно приезжает. Просто там, о, и с мамой скандалы, и с нашими родственниками. В общем, да. Вопрос такой, знаете, у меня, вот я сейчас в Граун-ТВ мне сказала женщина еще в 88-м году, она говорит, что была в Киеве, и по ее словам уже в то время плохо относились к тому, что говорящим. Вы понимаете, я была в Киеве, я была во Львове. У испанцев горячая коровь такая, да? Она не горячая, она немножко, она не горячая, она какая-то такая, они все время себя считают, что все перед ними виноваты, все чем-то им обязаны, все что-то им не додали, все, вот, понимаете, мы привыкли жить, вот как, сколько у меня есть, настолько я и живу. Я не завидую никому. Насколько я заработала, столько я и получаю. А там все время как-то вот такое, знаете, да я такой крутой, да вы меня обидели, да дайте мне еще, да я заработал, да я заслужил, да вы вот. А вы кто? Да, да, ну есть такое, есть, ну такое есть, это никуда не денешь, такое есть. И финальное, мир в вашем мире, возможно? Ой, как бы хотелось, как бы хотелось, но сомневаюсь. А вот после всех этих действий в Израиле, это, это вообще, это просто от нас, это просто от нас. Да, вот казалось бы... Да, это уже Украина, даже по сравнению с этим, это уже, можно сказать... Ну там, в открытии, в открытии. Ну это, ну, ребята, детей-то за что? Дети-то при чем? Это когда, видишь, как несут в саваннах вот эти малюсенькие конвертики убитых детей, это же мурашки подземные. Ой, извините, ради бога.